Всем привет! Я наконец-то помотался по сибирским городам и рад снова быть в студии, вернее на моей кухне, где я готовлю вкусные и интересные рецепты для вас. Как говорит дружиобломов, спонсор нашего видосика, ой, вот так, спонсор нашего видосика барные гренки. Смотрите, тема, к пивасику ништяк, здоровые, огромные, вкусные, с сыром есть, с чесноком есть, еще куча разных вкусов. В описании есть ссылочка, поглядите, кому интересно, если в вашем городе они продаются, обязательно сгоняйте, попробуйте. Я попробовал, мне нравится с чесноком, ну вы знаете, потому что я любитель чеснока, и ничего вкуснее чеснока быть не может. И возвращаясь к нашим баранам, вернее баклажанам, я хочу сказать, что сегодня по плану хрустящие баклажаны. Ну, как это делают китайцы, вьетнамцы, в общем, как делают это азиаты. Значит, баклажаны я вот надыбал, такие, они немножко сморщенные, ничего страшного, это просто домашние баклажаны. Значит, самое главное, что нам нужно, это его очистить. Вообще, по-разному делают. Кому ленчись, и те режут, как есть, с кожурой, но вы знаете, что к кожуре ничего не прилипает, и поэтому баклажан, во-первых, с одной стороны, становится черным у вас в тарелке, а с другой стороны, ни кляр, ни крахмал, ни соль не пропитывает кожицу, и она остается кожица, как кожица. Значит, баклажан сам нужно разрезать на кусочки, которыми мы их будем есть, чтобы удобно было, во-первых, палочками их брать, потому что это все-таки Китай. Я работал с одним поваром-китайцем, он сказал, баклажан всегда надо сестить, сестить баклазан так невкусно со шкуркой, но, в общем, добавляю я это все. Смотрите, я уже почистил несколько баклажанов, здесь у меня просто вода, я их отправляю в воду, чтобы, во-первых, они не почернели, во-вторых, мы эту воду должны обильно посолить, ну, вот смотрите, у меня здесь примерно, где-то, наверное, полтора-два литра воды, вот прям столовую ложечку соли. Посыпаем, значит, кто-то солит баклажаны для того, чтобы не было горечи, но это вам повезло, если у вас свои личные баклажаны из хороших семян, не из голландских, то тогда, возможно, они у вас будут горчить, это приятная горечь, мы понимаем, что баклажаны живые, а если вы их купили в магазине или на рынке, горечи там никакой нету, и в случае с нашими баклажанами, соль нам нужна только для того, чтобы они просолились, и для того, чтобы они отдали свою влагу. Как это ни странно звучит, баклажаны, лежащие в воде, мы потом будем отжимать. Оставляем баклажан на 15 минут в крепкой соленой воде, периодически помешивайте, пусть они, во-первых, водой пропитаются, и солью в том числе. Пока баклажаны у нас замочены в соленой воде, я, как-то неудобно, у нас-то дырка всегда была такая большая? Да. Окей. Пока баклажаны в соленой воде, я должен подготовить что-нибудь для соуса, потому что соус у нас точно будет, соус точно будет, поэтому, в общем, кончик не острый, его... Зачем он нам нужен? Значит, смотрите, нам обязательно нужен чили-перец. Я беру красный и беру зеленый. Зеленый, потому что я покупаю у одной прекрасной женщины на рынке, которая выращивает его сама, он ароматный и очень острый. Обязательно, ну, то есть, вы понимаете, что с черным перцем нужно аккуратно, если вы его не едите, чуть-чуть добавьте для... С красным перцем нужно аккуратнее, если вы его не едите, тогда по чуть-чуть, по чуть-чуть добавляем имбирь. Даже если тут у вас получилась чуть-чуть шкурка, как у меня, не запаривайтесь, все равно это все мелко перерубится, пережарится, шкурка не помешает. Она ни капли ни жестче, чем сам имбирь. Имбирь как можно мельче. У нас там кто-то, один из наших подписчиков, большой поклонник вот таких вот китайских топориков, цайдау, если не ошибаюсь, они называются правильно. Их там целое множество, множество вообще в интернете. Можно в Тайване, из Тайваня заказать, из Китая, из Гонконга. У меня в моем арсенале два есть. Значит, вот этот шинковщик, он идет из тонкой стали, тонкий обух. Есть еще второй, в машине он со мной ездит всегда, для удобства. Это чоппер, так называемый, у него толстый обух. Уточку, курочку разрезать, порубить. Это только для овощей, для лапши, для всяких чесноков, имбирей и так далее. Оп, имбирь у нас мелкой крошкой понарубленный. Вот смотрите, здесь где-то, наверное, одна столовая ложка прям такая мощная. Чили перчик нам тоже нужно поперек порезать. Нам его не надо в крошку, в мелкую. Нам нужно просто порезать, чтобы у нас не кольца были, а чтобы каждый кусочек чили попадал там на баклажан. Ну, в общем, посмотрите чуть дальше. Аккуратно. Видите, как катается, когда чеснок молодой, у него есть пленочка. Ой, какой аромат. Вот когда чеснок, а имбирь и чили перец на доске нарубленные лежат, они источают такой аромат, что сразу попадаешь в какой-то азиатский ресторан. Хотя, казалось бы, что все ингредиенты такие характерные для русской кухни. Если кто скажет, что это не русская кухня, имбирь, например, не верьте им. Почитайте книги нормальные. Всю жизнь имбирь у нас на столах был. Имбирный пряник, имбирные настойки. Все в традиционной русской кухне. Не путать с традиционной советской кухней, в которой ничего не было. Баклажаны пролежали вот 20-25 минут. Почему я вот в рассоле это всегда делаю? Потому что, во-первых, баклажан остается светлый, а не черный. Если вы делаете без рассола, он очень сильно темнеет. Потом, не стесняясь, отжимаем баклажан. Видите, он немножко пожамканный, но при всем этом воды в нем меньше стало. И отправляю в крахмал. У меня здесь тарелка с крахмалом. Со всеми остальными проделываем то же самое. Есть варианты, когда делают кляр. Крахмал смешивают с белком. Потом добавляют туда немножко воды. Делают крахмальный кляр, в котором обваливают. Ну, знаете, я работал с китайцем. Он сказал, что типа я делаю только в крахмале, поэтому не парься, делай так. Поэтому я и делаю так. Потому что то, что он делал, мне нравилось. И так как я любитель поболтаться по всяким китайским ресторанам, я везде пробовал баклажаны. Кляр, если он с яйцом, он сильно их утяжеляет. Потом чувствуется, что ты ешь не баклажаны, а кляр. То здесь просто крахмальная оболочка, тонкая, хрустящая. Пока я перемешиваю баклажаны, уже поставил нагреваться маслом. Налил в сотейник небольшое количество масла. Я не хочу фритюр делать какой-то огромный. За это время, смотрите, у меня есть палки металлические. Прям такие, они у меня даже, видите, с наконечниками. Тема крутая, для горячих всяких штук. Я перемешиваю в крахмале и баклажан. Баклажан у нас соленый, значит, полежавший в воде, хоть и отжатый, но имеет влажность на поверхности. Поэтому вот пару минут дайте ему, чтобы часть крахмала впиталась как бы в верхнюю слойку. Ну, смотрите, видите, без шкурки они реально симпатичнее смотрятся. Потому что со шкуркой на шкурку крахмал не попадает, не прилипает. Видны вот эти вот черные прогалины и так далее. А здесь прям, смотрите, видите, красивый белый баклажан. Ни черный, ни синий, никакой. Масло у меня готово. Не смотрите на то, что оно темное. Это просто все, что было у меня в бутылках. Я не было лень идти в магазин. Я все, что было в бутылках, слил здесь. И кунжутное какое-то, еще что-то. Но вкус вы все равно не почувствуете. Поэтому представьте себе, что мы жарим просто в обычном подсолнечном масле. Только, ну, видите, у меня из-за того, что тут смесь масел, она кипит. Видимо, у всех разная температура горения. Отправляем порциями, жарим, чтобы у нас получилась хрустящая корочка. Масло не перекаливайте, чтобы у вас баклажан быстро не горел. Вот что с людьми делает лень поварская, а. Жарьте до румяной корочки. Но только, если у вас румяная корочка образуется через 30 секунд, значит, нужно остудить масло. Ну, пару минут хотя бы они должны у вас пробыть в масле на невысокой температуре. Для того, чтобы хорошо прогрелись внутрь и приготовились. Кстати, отжатые баклажаны масло в себя не берут. Да и крахмал им, в общем, как-то запрещает это делать. Поэтому не переживайте, несмотря на то, что о здоровом рецепте здесь речь не идет. Ну, это чистая китайская классика, как ни крути. Вот еще немножко, и баклажан будет готов. Видите, уже подрумянился. Вот так вот сковородки. А вы все время говорите, что это клевая штука. Ее трогать вообще нельзя, иначе все может рассыпаться. Она сделана так немножко как-то кривовато, ну, с точки зрения, с точки зрения инженерии. Так, в общем, баклажанчики у нас приготовились. Смотрите, сразу на салфетку откидываю. Теперь быстро нужно приготовить соус, потому что если баклажанам дать полежать, они перестанут быть хрустящими. В идеале, конечно, нужно жарить баклажаны и сразу же делать соус. Но, понимаете, здесь так не очень удобно, поэтому немного добавляю в сковородку растительного масла. Огонь не должен быть очень сильным. Сразу же я сюда выкладываю имбирь. Имбирь, одна столовая ложка с горкой. Чеснок, одна столовая ложка без горки. Чили перец, одна столовая ложка без горки. Но, опять же, если острое, будьте аккуратны. И начинаем все аккуратно помешивать. Сковорода нагревается, имбирь и чеснок начинают шипеть. Пошли ароматы. Огонь нужно убавить. Я добавляю сюда щепотку сахара. Я всегда добавляю щепотку сахара, а потом мне хочется еще добавить чуть-чуть. Добавляю сюда устричный соус. Устричный соус густой. Теперь столовую ложку с горкой добавляем. Размешиваю просто. Чуть-чуть соевого соуса. Две столовые ложки. Это сладкая паста из соевых бобов. Буквально пол чайной ложки сюда. Если нет у вас пасты такой, поищите в интернете. Должна быть просто обычная паста из соевых бобов. Она бывает сладкая, не сладкая, бывает с чесноком. Но главное, чтобы это была соевая паста. Это должно занимать примерно 3-4 минуты. Не более. А то пропадет вкус чеснока и имбиря. Теперь я добавляю немножко крахмальной воды. И немного добавляю обычной воды. Чтобы у нас получилось небольшое количество такого густого, красивого соуса. Теперь сразу сюда отправляем баклажаны. Хруст, конечно, исчезнет. Но я же говорю, что если делать это все моментально, то баклажаны получаются очень хрустящие и прикольные. В некоторых китайских ресторанах соус подают жидкий. То есть баклажаны прямо в нем плавают. Но поймите, что на кухне ресторана у тебя есть повара, у тебя есть заготовка и так далее. То есть это все происходит в считанные секунды. В рамках дома, конечно, это все сделать сложнее. Но тем не менее, я говорю, если у вас будет помощник, который будет следить за фритюром, а вы в это время сделаете соус, то при слаженных действиях у вас получатся супер хрустящие баклажаны. Выкладываем на тарелку. Смотрите, какие баклажаны получились. Я что сделал? Пока я жарил баклажаны, я подумал, почему же китаец, у которого я был в помощниках, не делает кляр, как делают многие повара. Заморочился и некоторые баклажаны пожарил в кляре. Кляр это крахмал, яичный белок, чуть-чуть водички. Делаешь такое, чтобы жизненький был. Так вот, я вам хочу сказать, что кляр не дает такой хрусткости, как, в общем, на него возлагают надежды. Так же, как и сам крахмал. Стоит ему немного полежать, как он тут же становится влажным. Обязательно нужно попробовать. Почему? Потому что я должен сравнить. Ну, вы знаете, это просто, в принципе, вкусно. Там, где нет кляра, баклажан чувствуется лучше. То есть, без кляра, просто в крахмале. Баклажан остается со вкусом баклажана. А в кляре появляется еще вот эта вот оболочка, которая, как и немножко резиновая. Но, даже и в том, и в другом случае, баклажаны получаются очень классные. У меня перец не сильно острый, поэтому остроты в норме. Всего в норме. Сахара. Но, может быть, кто-то из вас еще дополнительно поставит какой-то кислый соус. Меня этот рецепт устроил. Мне он понравился, поэтому я его вам рекомендую. И уверяю вас, каждый, кто приготовит этот рецепт, будет доволен. Пишите в комментах, что так, что не так. Будем обсуждать. Может быть, кому-то он не понравится. Хотя, я уверен, что таких не будет. Пока, ребят!